В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Обложили его, обложили. В том, что понедельник и в прям день тяжелый на минувшей неделе смог лично убедиться один из самых влиятельных силовиков региона. Глава областного следственного комитета Виталий Горскин. Его ждало пренеприятное известие. В ближайшие дни в Самару с проверкой нагрянут столичные ревизоры. Центральный комитет СК России проверит работу своего высокопоставленного подчиненного. И от результатов этого расследования во многом зависит, насколько благополучно будет складываться дальнейшая карьера главного сыщика 63-го региона. Сейчас господин Горскин в подвешенном состоянии. 12 мая у него истекает контракт, и эта проверка для него натурально совсем не кстати. Это уже третий аудит Самарского управления. Первый случился в августе 2012 года, когда лидером просмотров на ютубе стала пьяная соло тольятинского следователя Виктора Паникара. Что ж ты взялся? Ты добился, а не добился. Проверка тогда по сути закончилась с миром. Паникар уволился, но жестких кадровых решений в отношении его начальства принято не было. Хотя изначально ревизоры предприняли путешествие из Москвы в провинцию именно ради них. Второй приезд контролера случился после перестрелки в кафе Пестравского района. Следователи Романа Левинского тогда подозревали фальсификации материалов, но в итоге к дисциплинарной ответственности опять никого не привлекли. Господин Левинский снял погоны по собственному желанию. Тем более любопытно, чем закончатся грядущие расследования. Поводом для него, как сообщает официальный сайт Центрального аппарата Следственного комитета, стали критические материалы в СМИ. В частности, статья в новой газете с драматическим заголовком «Область высокого напряжения», где в подробностях живописались все промахи ведомства Горскина за последние полтора года. Факты все известны, я и сама не раз о них рассказывала, но собранную виденную мозаику картина получилась весьма зловещая. Это и до сих пор не раскрытое убийство бывшего мэра Тольятти Сергея Жилкина и вице-спикера ГУБДУМа Анатолия Степанова, и дело о загадочном исчезновении гендиректора ЭКОВОЗа Александра Душкова, который сам Горскин как-то назвал своим позором, и гибель 19-летнего мамуки Кахишвили. Парень скончался во время задержания полицейскими, но следователи до сих пор не нашли виновных. У самарского адвоката Андрея Соколова к руководству Следственного комитета тоже есть счет. Полтора года юристу потребовалось, чтобы посадить на скамью подсудимых виновную в смерти бывшего депутата Кубышского горсовета. Георгий Кутузов умер спустя два месяца после того, как сотрудницы конного милицейского патруля приковали его к лошади, и животное нанесло мужчине травмы. Это громкое расследование, убежден Соколов, тоже шло не благодаря, а вопреки. Дело Кутузова упиралось всегда, и я подчеркнул бы, оно саботировалось самарским следственным управлением, и не зря в результате определенных попыток добиться справедливости по этому делу оно было передано в Приволжский федеральный округ. И передано оно было традиционной для Самары, для Следственного комитета манере, когда уже нельзя было не возбуждать дело, его возбудили и на следующий день отдали. Следственный комитет самарский применил все усилия, чтобы вторая участница этого преступления не была привлечена к уголовной ответственности. В этом вина я возлагаю исключительно на Огошкина, как на руководителя, который мог и должен был, и обязан был организовать расследование так, чтобы были достигнуты цели правосудия. В прошлом году на действия следователей поступило порядка 3700 жалоб, из которых удовлетворено всего 56. Количество нарушений, допущенных сыщиками, выросло более чем в два раза. Это то, что выявила прокуратура. Почти в пятеро увеличилось число прокурорских требований об устранении нарушений закона. Результаты работы Самарского управления являются худшими во всем Приволжском федеральном округе. Здесь меньше всего направленных в суд уголовных дел, зато больше прекращенных и приостановленных. Когда начальник такого органа разводит руками, извините, наш непрофессионал, то надо гнать поганой метлой, либо уходить по собственному желанию просто-напросто. И еще один известный самарский адвокат Александр Паулов тоже с нетерпением ждет визита столичной комиссии. У него накопился внушительный список претензий. Самый свежий пример – уголовное дело депутата Самарской городской думы Сергея Богданова. Аккуратно неделю Народному слуге повторно предъявили обвинение в причастности к манипуляциям, нанесшим Самарскому резервуарному заводу ущерб в размере 72 миллионов рублей. Вот обвинительное заключение в отношении Богданова, только вчера я его получил. В отношении этих спецубъектов, в том числе и меня, дела возбуждаются только лично господином Горскиным. И утверждается, соответственно, постановление в качестве обвинения тоже лично. По нашему делу постановление в качестве обвиняемого вынес следователь Сидоренко. Закон нарушен просто, не то что прямо, а нагло, конкретно. Мало того, Богданов обвиняет, скажем, в совершении преступления, присмотрится статью 201, это злоупотребление в коммерческой организации. А дело вообще не возбуждено по этой статье. Как вам такой поворот? Можно любой пример, любое дело, куда не ткнешься, везде какие-то проблемы. Занимайтесь делом, ребята, и все. А если, как говорится, вы не профессионалы, освободите место тогда другим. Пусть придут профессионалы и будут решать эти проблемы более объективно. Игорь Глазунов из тех немногих обманутых дольщиков первой волны, кто на баррикадах отвоевал свое право на жилье, но не успокоился. По-прежнему в строю. На прошлой неделе, напомню, в Самаре прошел первый в этом году митинг дольщиков. Глазунов стал одним из его организаторов. Вновь выйти с мегафоном к людям, говорит, его заставила бездеятельность правоохранительных органов. К уголовной ответственности привлекаются единицы, говорят митингующие. Деньги, зарытые в стройку, найти не могут. Неосторожное интервью руководителя Следственного комитета только подлило масло в огонь. По одному из каналов Самарского телевидения, значит, им было озвучено то, что ему жалко возбуждать уголовные дела против людей, совершивших экономические преступления. А это, понимаете, и есть наши застройщики-мошенники. Тогда возникает такой абсурд. Ему их жалко, а нас? Как он сказал даже в этом интервью, он сказал, нас вроде просят, мы возбуждаем уголовные дела. Но отсюда, мне кажется, и складывается тот факт, что кого хотят, кого надо, того и привлекают. Свои требования дольщики подробно расписали в резолюции митинга, опубликованной на неделе. В ней, в частности, они называют позицию, занятой главой Следственного комитета господином Горсткиным, цитата, «непрофессиональной». Насколько эта оценка совпадет с официальными выводами московских ревизоров, покажут в ближайшие дни. Эксперты не берутся предсказывать результаты. Если комиссия придет, как всегда, проверять, то она испортит жизнь в неделю на полторы-две, не больше. Поскольку отвлекает от работы, иногда заставляет идти в баню, иногда пить водку даже приходится. Ну и, возможно, взыскание. Если же придет работать, принципиально смотреть вглубь, скажем, проблемы, то, я думаю, проблем будет очень много, поскольку наша сама сегуберния находится на одном из последних мест в России про скрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. А это, как сказать, категория Следственного комитета. То, что у нас происходит в области, ситуация, конечно, жуткая абсолютно, она безобразная, я бы назвал ее. Пошли ва-банк. Меж тем скандал вокруг долгостроя, который вот уже почти 7 лет безуспешно пытается возвести фирму «Горос», вышел на новый уровень. Как и обещала, я продолжаю следить за развитием этого конфликта. На неделю отчаявшиеся дольщики решили поставить все на окон. Написали письма во всевозможные инстанции от властных структур до правоохранительных органов с просьбой срочно вмешаться. Нам ничего не светится, столько надеяться на власти. Все. Я считаю, единственный выход – это власти. Все. Меркушкин, Минстрой, Хинштейн, Путин. Все. И Бог. Еще надо Богу молиться. Документы направлены и в Следственный комитет по Самарской области, и в управление МВД по Самарской области, и в прокуратуру Самарской области. Также информация направлена в адрес губернатора Самарской области и главы Самары. Кратко напомню суть скандала. Первую секцию этого дома на пересечении Советской и Черемшанской фирма «Горос» обещала достроить еще в третьем квартале 2008 года. Но не заладилось с самого начала. Погиб владелец компании, а ее новые владельцы недалеко продвинулись. Один этаж возводится за несколько месяцев. Но разве это темпы? Возмущаются дольщики. Впрочем, и это еще полбеды. Как я уже рассказывала, в начале февраля люди, отдавшие «Горос» у свои накопления, узнали горькую истину. Уже полгода против компании ведется процедура банкротства. Несколько особенно прозорливых вкладчиков написали заявление в арбитраж. «Горос» в семь месяцев якобы не мог с ними рассчитаться, и ситуация зашла слишком далеко. Теперь большая часть инвесторов даже в реестре передачи жилых помещений не числится. А значит, их права на квадратные метры весьма иллюзорны. Подозревая владельцев компании в том, что это они затеяли хитрую схему под названием «преднамеренное банкротство», дольщики на неделю вновь потребовали объяснения от застройщика. Сам гендиректор «Гороса» господин Постоловский на такие неприятные встречи не приходит, присылает своего представителя. Последним Алексею Русакову пристальное внимание к конфликту нашей телекомпании давно не нравится. И на этот раз он требует выставить за дверь съемочную группу. Люди правомерно задают вопросы, и ничего плохого в публичном освещении. Люди не видят, конкретно дольщики. Если у сотрудников «Гороса» возникают вопросы по поводу средств массовой информации, то у реальных дольщиков, которые оплатили деньги, вопросов этих не возникает. Кто за съемку видеокамеры и телеканал? Да, 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 понимаете все, пожалуйста. Я повторюсь, собрание распускается. Что это за авторитарный подход такой? Вам что, есть что скрывать? А чего вы, если честные люди, они должны ничего не бояться. А нам уже кричат, что три года нас слушают, как мы здесь плачем. Да семь лет мучаюсь я. Большинство дольщиков голосуют за то, чтобы наша съемочная группа осталась. А застройщик упрекает прессу, мол, в прошлой программе слишком скупо была представлена его позиция. Во избежание дальнейших недоразумений делаю щедрый жест. Даю высказаться представителю фирмы по программе «Максимум». Вот господин Рысаков пытается найти аргументы того, что тот, кто его нанял, гендиректор компании, добропорядочный гражданин с благородными помыслами и стойкими моральными принципами. Если выяснится, что Соловский украл, вот тогда ему из Самары от вас надо будет бежать. Пока этого нет, пока этого нет. Говорить о том, что он что-то украл, это по меньшей мере преждевременно. Но при этом оговаривается, не стоит верить ему, господину Русакову, на слово. Вы в корне заблуждаетесь, когда думаете, что я убеждаю здесь кого-то проявить доверие к городу. Мое субъективное мнение, что ни о каком доверии для таких просрочек речи быть не может. Я не занимаюсь убеждениями ни той, ни другой стороны. Я хочу сказать, и как я вижу, единственный путь достройки дома. Все. Он не связан ни с доверием, ни с недоверием. А вы строитель? Потому что я не строитель. Что ж, зато честно. Но вот когда прозвучал сакраментальный вопрос, где деньги, нервы у представителя Гороса все-таки сдали. То есть больше в плане проявлено, но меньше в плане построено. Правильно я говорю? Да. Дольщикам же радоваться нечему. Стратегический план бизнесменов – просто неприличие. Для завершения строительства они хотят взять кредит в банке под залог несуществующих квартир на 250 миллионов рублей. Этих денег на достройку дома не хватит. Ну а разницу в 120 миллионов экономисты Гороса планируют покрыть, продавая жилье. Непонятно, где эти люди готовы ринуться в столь рискованную авантюру. К тому же процедура банкротства против Гороса, если она дойдет до логического конца, для дольщиков будет равносильно финансовому самоубийству. Право на первоочередное получение денег, вырученных от продажи квартир, будет у банка. Затем вернуть средства, если они еще, конечно, останутся, смогут дольщики, чьи права подтверждены рекпалатой, кому удалось попасть в реестр. И только потом все остальные, заключившие договора инвестирования, таких большинство. Застройщик уверяет, не все так мрачно, банкротства можно избежать. Но дольщики в чудеса уже не верят. Мы попытались, да, оздоровиться, но не получилось. А не получится. Это мы не будем сейчас говорить, что же будет дальше. Если всего вместе Горосу не хватит, то, по крайней мере, дом будет находиться как минимум на 90% стадии готовности. И вот тогда уже его можно будет спокойно банкротить, забирать в Минстроеву заходить. Итог двухчасовых дебатов люди подводят безжалостно и филологически точно. Тем временем, тем временем мы все равно в попе. И правильно вы говорите, дальше ничего не будет. Трудно не согласиться. Учитывая, что представители Гороса, даже оказавшись загнанными в угол, по-прежнему не раскрывают всех финансовых тайн, категорически отказываясь показывать дольщикам свой бизнес-план. Действительно, зачем шокировать и без того отчаявшихся людей? Теперь в этой запутанной ситуации концы предстоит найти компетентным органам. На трех листах своего открытого письма дольщики расписали все свои сомнения. Например, непонятно куда ушли почти 50 миллионов рублей. Деньги по среднему Гороса были перечислены подрядчикам, но работа не выполнена до конца. С инвестора задаются вопросом, являются ли эти подрядчики, цитата, «добросовестными участниками, занимающимися реальной работой, а не фирмами-однодневками, созданными с единственной целью – вывод активов должника и уклонение от уплаты налогов. И не осуществляет ли гендиректора скандалившейся конторы присвоение и нецелевое расходование средств». Конец цитаты. Посмотрим, что на это скажут силовики. Дольщикам же остается набраться терпения и мужества. Боюсь, их хождения по мукам только начинаются. Буду следить за темой. А на сегодня это все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин